Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Те видели специального корреспондента, ведущего оператора новостей. Он выпустил 2500 передач. Был шефом программы в ARD студии. Это Кристоф Хёрстен. Добро пожаловать! Пока он поднимается на сцену, да, пока он приходит сюда, я скажу о нем несколько слов. Конечно, можно было бы перечислить целый список его дел. Этот человек прошел и пережил так много, но мы хотели бы осветить некоторые из них. И не в последнюю очередь, чтобы сказать тем в СМИ, которые говорят, что у нас нет компетентных людей здесь. Сегодня вы уже слышали компетентные мнения. Сейчас мы пойдем дальше. Сегодня Кристоф Хёрстель будет говорить об арабской весне. И причем так, как мы этого на ОЦНК еще не слышали. Это больше похоже на документальный фильм ARD Live. Сегодня, пока здесь выступали другие докладчики, он занимался самыми последними событиями в Иране. Что это? Иранское покушение на посольство и так далее? Он будет говорить об этом, он расследовал это до последней минуты, для того, чтобы преподнести сегодня действительно самое новое. И вообще, можно представить, абсолютно актуально сегодня. И еще кое-что о его персоне, и чтобы нам немножко познакомиться с ним, он эксперт в вопросах безопасности Центральной и Южной Азии, на Ближнем Востоке, Среднем Востоке. Кристоф Хёрстель является советником правительства, предпринимателем и публицистом. Родился в 1956 году в Бремене, женат, имея 4 детей. После службы в армии, получения образования в Deutsche Bank, он изучал в Бюнхене синологию и романистику на французском и испанском языке. Синология — это наука о китайском языке и литературе. Представьте себе. И романистика — это то же самое на французском и испанском. Да, это сложные вещи. Да, вы действительно здесь в самой гуще событий. С 1999 года он начал работать на Сименсе, начальником отдела. Тогда это было производство мобильных средств связи. В 2001 году основал Хёрстельнетворк, советник правительства, предприниматель в Бюнхене. В 2010 году в Подстаме. В 2002 году здесь, в Швейцарии, он защитил мастер-диплом по стратегии маркетинга. Я уже сказал, он является экспертом по вопросам «Исламского движения безопасности» и с 1985 года находился в Афганистане и в Пакистане, где был задействован как советник правительства. Дальнейшие поездки вели Кристофера Хёрстель в США, в Англию, в Индию, в Ирак и в Иран. С 2006 по 2007 год он читал лекции об Афганистане для отдельных руководителей немецкого ИСАФ-контингента. На зимней сессии 2006-2007 год в Гамбургском университете он преподавал изучение мира и политику безопасности. на примере Афганистана. Позвольте пригласить вас сюда наверх. В 2013 году господин Хёрстель основал гражданское движение Deutsche Mitte, то есть политическая партия. Основание партии состояло 3 октября 2013 года, то есть прошло ровно два месяца. Мы поздравляем его с этим событием. Я уверен, что у него тут есть целая сеть. Да, мы рады вашему докладу. Я убежден, он будет пропитан компетентностью. Он написал много книг. Я не буду их тут перечислять все, но кое-что он положил на книжном столе, чтобы было весьма интересно почитать. Да, желаю вам успеха. И, Вазасик, сердечная благодарность. Благодарю вас всей души. Я рад, что нахожусь здесь среди вас. Да, в последние дни перед этой конференцией мне стало ясно, что путь, по которому я пошел в Афганистан 28-летним студентом в 85-м году, был немножко связан и с вами, потому что этот путь, он возник из молитвы. Я многие годы не знал, для чего я живу на земле, но однажды утром я проснулся и понял, я должен быть там, где все особенно противно. И я это сделал. И это был Афганистан. И теперь я здесь и понимаю, что это очень приятная встреча. Здесь чудесные люди. Почему? Потому что двое, трое здесь верят в Бога. Это здорово. А где двое или трое собрались во имя Мое, так написано в Библии, там я посреди них. И что же делает этот добрый Бог, если здесь две тысячи во имя Его? Здесь или здесь, или там, где Он? В общем, очень здорово находиться здесь. А теперь позвольте мне начать. Во время выступлений я переименовал свой доклад. И я не буду говорить об арабской весне. Я не могу вам даже сказать, как мне противно само это выражение. Потому что речь пойдет о поставленной и запущенной извне в волне переворотов в арабских странах. И отгадайте, кто же там действовал? Кто же там содействовал? Конечно же, в этих странах не все гладко. Но мы придем к тому, что скажем, что стало еще хуже. Благодаря Ивазасику я могу пропустить вступление. Спасибо. И сказать лишь несколько слов еще. Моя книга о Палестине, выйдет, скорее всего, в 2015 году. Это решено. На эти недели я дал свое согласие. И я думаю, сейчас на Ближнем Востоке кое-что прояснится. И поэтому это уже можно сделать. А в 2003 году, когда я был в Ираке, я сидел возле одного очень достойного господина, Курда. Он уговаривал меня написать что-то. И бросим еще один взгляд на то, что сейчас будет происходить. Сначала мы посмотрим на факторы, влияющие на постоянное свержение власти в арабских странах. Там находятся энергоресурсы, нефть, также неустойчивое положение доллара, евро. И все это дает хорошее понимание ситуации в странах, в которых идет волна переворотов. Да, 13 стран. И посмотрим в конце на результаты. И там, как там проходят эти протесты. И в конце мы посмотрим и на будущее в этих странах. И с этого мы сейчас и начнем. Вот мы видим карту. Да, это карта не от АЦТК или еще каких-то хороших людей. Это карта от журнала Economist. На это можно посмотреть только как на шутку. Здесь коричневая двойка. Это Бахрейн. И что там происходит? Это Uprising Crush. То есть здесь написано Uprising Crush. Вот в коробочке. То есть восстание подавлено. Аллилуйя. И это восстание, дорогие друзья, оно в ходу. 25 различных протестных акций происходит каждый день в Бахрейне. И как ARD или CDF и другой корреспондент нужно действительно постараться, чтобы каждый день 25 раз там не быть. И это у них получается? Представьте себе. Неплохо. И потом мы посмотрим, какую же геополитику проводят Соединенные Штаты. И что их довело до того, чтобы тут поставить действительно людей, вооруженных, армию. Я потом покажу вам цифры и даты. Аравия и эти страны, которые показаны здесь на карте, расположены близко к Европе, на Африканском континенте, и также сзади Иран. И спереди мост в Азию. И это очень серьезные торговые пути, пути снабжения. Вот слева от меня. Здесь морские пути, Средиземное море, Суэрский канал, через Египет. Это очень важные пути, которые быстро станут опасными, если будет что-то не так, как хотят американцы. И при доставке нефтепродуктов многие этого не знают или не заметили. Но это написано в планах обеспечения безопасности. НАТО имеет право на проведение мобилизации все торговые пути где-то в опасности. Как будто бы там кто-то стоит у дороги и ожидает, когда приедет танкер, чтобы на него напасть. Это не так. Даже в Сомали так не происходит. Суть не в этом. Но они пишут так, но думают что-то совершенно другое. То есть мы бьем каждый народ, который делает что-то не так, как мы этого хотим, когда покупаем нефть. Я покажу на примере. Если ты утром идешь к пекарю и говоришь, дорогой друг, я знаю, что булочка стоит 30 центов, но я хотел бы платить 5 центов за булочку. Это было бы лучше. Или ты не согласен с этим и наставляешь пистолет на него. Это тоже способ покупки нефти. Давайте теперь еще посмотрим на мировую денежную финансовую систему. Там поступает, похоже, воровство как принцип. У нас система процентов со встроенными финансовыми кризисами. Инфляция, денежная реформы. У нас принцип изъятия денег, которое находится в частных руках. Частный банк дает кредит на покупку вашего Фольксвагена и записывает свою долговую книгу. И пишут, я передал эти деньги тому-то, столько-то. Это кредит. Тем самым деньги отправлены в этот мир. Это здорово. Если бы вы могли делать так, вы бы здесь не сидели. То есть, это система самого обогащения финансовой мафии. И она постоянно заботится о перераспределении богатств. И то, что я сейчас сказал, что идет перераспределение средств не от бедных к богатым, а от прилежных к богатым. Это более правильное выражение. Эта финансовая мафия сделала воросток принципом. Я думаю, что эти воры считают себя очень хитрыми. А на самом деле все сделано до предела глупо и просто. У них есть зависимые рейтинговые компании, в которых они финансово участвуют, и своя система оценок. Представьте себе, вы говорите своему учителю, мне абсолютно все равно, что вы мне поставите в мою тетрадь. Пятерку или двойки. У меня есть свой отдел, который поставит не пятерки, а по всем предметам. То есть дериваты краткосрочной акции ускоряют возникновение мыльных пузырей. Бизнес нацелен на самых состоятельных клиентов и, конечно, участвует в виртуальном бизнесе, ведь речь не идет о каких-то солидных предприятиях, которые делают мебель или строят дома. Нет, больше можно заработать, если мы будем торговать солидными дериватами. И так же мы предложим эти... И так мы предложим это нашим глупым клиентам. И потом ужасная коррупция на биржах, во всех институтах. Я просто умираю с осмеху, если слышу, что Stock Exchange в Нью-Йорке это такая сплоченная команда, что там у них такие строгие порядки, правила. Это для нас большие страфы, а для них это всего лишь таблетки от кашля, в лучшем случае. И посмотрите еще Еврозону. И там тоже воровство возведено в принцип, упорядочено, прописано. Чтобы понять положение дела в Европе, вы можете почитать то, что я написал в Нойе Райдиши Цайтунг. В момент ввода в обращении Евро мы были не готовы к Денежному Союзу. Кто же будет создавать Денежный Союз, если любой школьный знает, что он не будет работать? За пару лет до создания Евросоюза, мы сами видели, насколько разный уровень развития экономики в разных странах. Кто же это сделал? Это сделали люди, это сделали люди с преступными планами и с преступными намерениями. Обменный курс, механизм обменного курса, это последнее солидное состояние, говорит мой знакомый профессор Ханке. «Состояние перед страхом, перед ужасом». Я бы сказал больше. Евро, как инструмент трансфера процентов, это тот, что Меркель говорила, что это не будет, но нет, оно все же это сделало тайком. И, наконец, мы используем евро, как инструмент трансфера долгов, что, к примеру, привело к этому знаменитому Т2 сектору, то есть деньгам интернационального банка. И, по-моему, Германия там состоит в 600 миллиардами. Если бы Германия захотела купить себе хотя бы автомобиль, то банк выбросил бы Германию. Но мы его покупаем на евро, и тогда это не так страшно. Да, система трансфера долгов – это версаль для Германии, чтобы Германию уничтожить. Да, уничтожить финансово. Без армии. И так я понял, что евро – это ничто иное, как супермодель заработка финансовой мафии для величайшего в истории обмана в финансовом секторе. Если кто-то где-то верит, что американцы лучше, он, конечно, ошибается. Мы сейчас посмотрим эту красивую кривую. Справа. Последние годы. Там кривая пошла вниз, вниз, вниз. Реальность заключается в том, что Америка должна ради поддержания своих штанов печатать каждый день 6 миллиардов долларов новых денег. Новых денег. Если она попадает под давлением, если у мафии начинаются проблемы, то они готовы совершать любое, даже криминал. Криминал. Преступление. Вы можете увидеть это в любом голливудском фильме. Преступление такого характера, например, я просто свергну правительство в Ираке, потому что Ирак не хочет продавать мне нефть так, как я этого хочу. И это работает. Это дипломатия пушек. И мир это все очень-очень плохо воспринимает. Да, и в этом американцы преуспели. В последний год, в последнее время, и это стало очень неприятно, если бы Обама был здесь, то стоял бы очень кислым лицом. Он должен был принимать ответ на удары. Почему? Потому что ночью Япония и Китай приняли решение производить платежи в юанях, в йенах. Когда Каддафи сделал ту же самую ошибку, его ликвидировали. Да, его ликвидировали. Но бомбить Токио получается плохо. И сказать, что господин Абе террорист, тоже не получится. Поэтому данную пилюлю пришлось просто сглотнуть. И потом, как и упрочем, год назад произошло следующее. 20 ноября, ровно год назад, собрались 15 стран, которые решили вместе с Китаем, совсем без Соединенных Штатов, создать экономическую зону. И в то время, как господин Обама, который с кислым лицом сидел посередине, и говорил, мы и еще 11 государств создадим экономическую зону без Китая. И все же он вылетел. И он был этим очень расстроен. И следом еще добавила жару Корея, Южная Корея. И 4 декабря заявила, что тоже собираются вести торговлю в йенах. И в 2012 году американцы почти уже были доведены до крайности. И куда это ведет? Это видно вот на этой фотографии. Это фотографии из Афганистана, что теперь все идет вперед, к войне. Я могу только посоветовать посмотреть справа в эту газету. Joint Vision 2020. Это своего рода это памфлет на тему постоянного ведения войны Соединенных Штатов. И там точно говорится, что они будут делать. И там написано, это оркестр наступления. Там участвуют все. Неправительственные организации, НГО. Все там участвуют. Так же, как все глобальные СМИ. Мы постоянно в войне, говорится там. Во всякое время. И даже тогда, когда войска неактивны. Когда не стреляют. Мы находимся в войне. И если этого не понимать, то и не понимаем, почему наши СМИ так сказочно лгут. И это война, в которой вообще не нужна победа. Нужен только хаос. Это новое учение. В Афганистане мы с горечью убедились, что война – это бизнес. Это тоже давно известно. И война, как постоянное состояние, мы это изучаем сейчас. И причем война на всех уровнях права, во всей эскалации. Как регулятор громкости, можно крутить туда-сюда. И также расположение, то есть разложение государственного управления, точно выверенными шагами, делают все, что только можно. Они говорят, вот в этом государстве произойдет сейчас вот это. Сейчас мы, например, решили наших друзей из Аль-Каиды, против которых мы когда-то боролись, мы теперь пошлем в Сирию. И это срабатывает. И террор-менеджмент, это если там участвуют еще 200 немцев, а министр внутренних дел Германии официально страшно расстроен по этому поводу, но только кажется так. Он на самом деле потирает руки и ведет антидемократическую программу. И не нужно даже искать согласия с земельными отделами защиты Конституции. Теперь посмотрим на стратегию. Это веселая труппа, которая сидит впереди вас. Это кабинет Белого дома. Справа Обама, его видно. Немного наперед склонился Леон Панетта, и они сказали, что же нам делать? Мы 20 лет, я пережил это, как советник в арабских странах. Да, у нас эта проблема, что арабские руководители, которые были у нас все в кармане, они становятся все старше и старше. Что если они умрут? Там у нас тогда не будет влияния. Тут надо что-то делать. Искать решения с наследством. И теперь, в такие условные времена, когда влияние Америки вдруг снижается, а Корея и Япония начинают работать с иенами, а не с долларами и так далее, тут нужно, опять же, принимать меры. Да, именно в финансовом секторе. И что-то должно произойти. И происходит эта волна переворотов. И поэтому я не говорю об арабской весне, а говорю о весне ЦРУ. И я нахожу важным, что уровень жизни в этих странах стал хуже. Ни один народ с тех пор, с 2011 года, не стал жить лучше, чем раньше. И это видно здесь, по простой диаграмме. В 2008 году, когда Лиза Райс, министр иностранных дел Джордж Буша, угрожала, что привезет демократию на Ближний Восток. И кто не принял это всерьез, ошибался. С 2009 года, так мне сказали люди, близкие к секретным службам, количество сотрудников секретных служб ЦРУ в этих странах сильно умножилось. И с 2010 года началось поставление вооруженных отрядов наемников, которые продавались и в Ливии, и в других местах планеты, как возмущенные, восставшие. И потом произошло что-то совершенно неприятное. Есть очевидцы, очень приятные люди. Я не скажу, где он живет, но я многократно с ним беседовал, часами беседовал. Он наблюдал. Он даже был на военно-воздушной базе. Его туда пускали, его хорошо там все знают. Это было Гроссетто в Тоскане, в Италии. Там тренировались бомбардировщики. И он спросил, что тут делают датчане? Я здесь 17 лет провожу отпуск в Гроссетто, и впервые вижу тут датчан. Что они тут делают? И тогда ему сказали, они тренируются для моих действий в Ливии. Это было в январе. В январе в Ливии был еще покой. И он сказал, вы что, сошли с ума? Это ведь не может быть. В Ливии там все спокойно. Причем тут датчане. Почему тут тренируются? А потом, когда их переправили в Сицилию, и в Сицилии стали летать в Ливию, он понял, что он кое-что очень важное услышал. И он даже боялся за свою жизнь. И все же я его нашел и смог с ним поговорить. И было очень хорошо, что мы с ним могли говорить. Перед российским телевидением он не хотел говорить, но эта история все же попала в телевидение и пошла по всей земле. То есть все было запланировано. Это не весна для людей. Нет, это весна для ЦРУ. Это величайшая операция ЦРУ за всю историю Америки. Мы позвольте сейчас в наше оглавление. Теперь очень важно. Мы видели, как делить вот такие страны и как нам это все оценивать. Итак, то, что произошло в Сирии, согласно этой легенде, есть революция в мире. Да, это хорошо, что у журналистов есть фантазия. А в Википедии это удивительно. Википедия всегда выражает правительственное мнение. И я выписал себе здесь это мнение. Я немножко его изменил. И мы его сейчас быстренько пробежим. Итак, сначала мы посмотрим Бахрейд. Это вот этот маленький островочек в Песнинском заливе. Не только потому, что я по этой теме дал много интервью, но в особенности потому, что это был предел. Поэтому очень способны люди и в большом количестве вдруг бросились да, бросили свою работу в Аль-Джазира. Аль-Джазира это радиостанция с самым большим количеством агентов ЦРУ в мире. Здесь же опорная база Американского 5-го флота в Персидском заливе. Английская воздушная база. И там преимущественно шинское население. И было опасение, что они могли бы поддержать Иран. Понимаете? Это преступление. Это нельзя допустить. Они ведь могли бы поддержать Иран. Они могли бы об этом подумать, что с помощью пистолета добились бы снижения цены на булочку. Они могли бы об этом подумать. Но я скажу вам. Я не хочу быть таким с юмором, с сарказмом, извините, но иначе нельзя говорить об этих мерзостях. Они уже в течение 70 лет ведут демократическое движение. Уже 70 лет. и женщины выступают в первых рядах. И когда стреляют, стреляют в людей с результативным газом. Текут слезы. Это настоящие снаряды. Это не с результативным снарядом. Это снаряды. Они очень активные, политические, социально эмансипированные женщины. Женское население Европы должно было бы встать и сказать, Бахрейн это страна, с которой нужно брать пример. Но нет, они не протестуют против тех людей. Мы их не знаем. Бахрейн это арабы, а не персы. И все же американцы подозревают их в дружбе с Персией, с Ираном. И то, что они любят независимость, Америке тоже не нравится. Там каждый день что-то происходит. Убийства, пытки шиитов, воровство в огромном количестве через гастосистему царской семьи. И нахожу впечатляющим, как так можно. Это просто впечатляет. Да, царская семья забирает земли, когда народ живет в самых стесненных условиях. Да, города, села просто все сжато. Удивительно. Да, смотрим дальше. Мавритания, Ливан, Судан. У них что-то общее. Все это страны, которые поддерживают Хамас. Чтобы нам это понять правильно, этого делать нельзя. Это все бедные палестинские народы, которые зажаты Израилем, и мы не можем их поддерживать. Это надо понимать. Мавритания, 35 миллионов жителей, неважная страна, расположенная в Западной Сахаре, рядом конфликт, и он может быть использован для влияния американцев. Но, в общем, это неинтересная страна. Потом нам совершенно ясно, что в этих странах беспорядки поддерживаются для того, чтобы держать до поддавления правительства. С американской стороны есть такое мнение, что у правительства, которое мы не держим под напряжением, могут возникнуть неправильные мысли, то есть колониальная политика. Это нам должно быть ясно. Ливан. Очень важна тактическая цель. Хизбалла, мы ее не любим, имеет нечто против Израиля и евреев. И нехорошие связи из Сирии и с Ираном. Такая дружба поддерживается только если она помогает нам и НАТО. Поэтому необходимо изолировать Хизбаллу, сеять раздоры и по возможности обрезать эти плохие и мешающие связи. В Судане находятся самые большие территории, где все полезные ископаемые, Южный Судан, его уже отрезали, организовали, там внизу новую страну, а северную часть пока оставили по... да, но повсеместно сеют там смуту. А Алжир все еще считается французской зоной влияния, но американцы на это не обращают внимания, потому что заметили, что Аль-Каида нападает из Малии в Алжир и все так, как это должно быть на пользу Америки. Да, и здесь возникает вопрос, кто может нас спасти от этой злой Аль-Каиды? Ну, конечно, только Визевуль, он изгоняет демона. И дальше посмотрим в Иордании, в Марокко. Это слабые государства, они служат для тюрем, ЦРУ, для пыток. А что творится в таких странах, как Германия, Дания, Бельгия, Ирландия, Ирланд, которые вроде не были там, они организовывали перелеты в эти застенки пыток. Потом Ливия, Египет, Малави, Афганистан, Пакистан. Там не было запланировано смещение правительства. Почему? Там все по плану Вашингтона. Иордания фактически является опорным пунктом для нападения на Сирию. Там тренировались специальные войска, особое подразделение вооруженных сил, которые в случае победы должны были проводить проамериканскую политику. Это то, что не могли сказать о работе Аль-Каиды, который сейчас находится в Сирии. Потом есть определенное давление на палестинцев в Иордании. К ним нет особой симпатии. И также нужно сказать, что со стороны Иордании была оказана поддержка Саддам Хусейна. Это была ошибка, которая больше не повторилась. И поэтому Иордания считается хорошей страной. Марокко не получает помощь США. Западная Сахара послала хорошую делегацию в Америку, но это им не помогло. В стране 30% безработица, бедствия, положение, бедность и очень незначительно заинтересованность в этой стране. Теперь Йемен, Оман, Джибути, маленькие слабые страны, находящиеся в стратегически важных пунктах Персидского залива и на Суэцком канале. Тут нужно что-то предпринять. Оман и Джибути оказались под давлением, но не настолько, как в Йемен. Да, в Джибути не было никаких изменений, но Йемен это страшно. Противная страна в отношении терроризма, именно менеджмент террора в понимании ЦРУ. Там за пару долларов можно позволить взять себя под арест, чтобы ты вроде как шпион Аль-Кады отправился в тюрьму и там тебя обеспечивают всем необходимым. То есть Йемен это страна, в которой можно делать что угодно. Да, и все для того, чтобы показать остатку этого мира, как все страшно и как все опасно и как Аль-Каида работает и как с ней обращаются. Иначе ведь они придут к нам. Но то, что они из-за нашей активности в Сирии попали именно к нам, нам никто не говорит. Речь о том, что это еще не очень определенная зона игры западных спецслужб. Правительство полностью зависимое, везде безнаказанное нападение беспилотников, беспрерывные бедствия, безгработность. И никто, никто не хочет, чтобы Такистаны развивались, потому что они больше бы не позволили навязать себе такую грязную политику. Но в заключении посмотрим еще в Тунис. В кругах спецслужб говорят, что ЦРУ заранее сконцентрировались в Тунисе, чтобы более успешно продвигаться в Ливию. Это было им удобнее оттуда. Они очень точно рассчитали, что Тунис будет меньше сопротивляться спецслужбам, чем, например, Каддафи в Ливии. Только благодаря давлению извне в Тунисе произошел переворот. Во всех странах происходят самоубийства. Нам говорили, что где-то молодой продавец овощей поджег себя сам. И это так тронуло сердца всех людей в Тунисе, что они изгнали своего злого диктатора. Но это история для детского осада. Это сказка. В бедных странах уровень самоубийств среди отчаявшихся от безвыходности людей велик. Не знаю, насколько он велик именно в Тунисе, но он и в Германии велик. Когда едешь в поезде, и поезд останавливается, и потом говорят, что поезд остановился по техническим причинам, прямо на путях. Да. то эти технические причины, как правило, связаны с гибелью самоубийцы на путях. Очень часто. Так вот, в Тунисе у нас у власти находится умный, хотя и коррумпированный человек, и он сразу понял, что за этим кроется ЦРУ, и какой смысл, если я буду сопротивляться лучше для народа и для меня, если я как можно быстрее уйду. И он это сделал. Поэтому переворот прошел без социальных преображений к лучшему. Мы видим подобное во всех странах, которым угрожает переворот. В этом случае давление остается на народе и собязательно раскалывает общество, и это подходит Вашингтону, потому что именно с разделенными системами легко работают в своих интересах. Теперь им угрожает власть хунты. Эту проблему мы проследим еще раз в другой, в большей стране. и зависимость от Запада только увеличилась. И это как раз то, что нам и нужно. Ливия. Это была модель для Сирии. Сначала Ливия, потом Сирия. Может, удалось бы это сделать в качестве плацтарма для авиации или еще чего-то. 80 тысяч убитых через бомбардировки НАТО. Может, еще 2-3 тысячи этого никто не знает. Просто очень-очень много совершенно разрозненных группировок бойцов. И Каддафи знал, почему он взял под усы свои племена, иначе он не смог бы выпить никакой цены за нефть. Теперь его нет, и никто не работает на цену нефти, и кому-то выгодно. Совершенно верно. Там даже шефа секретной службы похитили. Там министры все имеют свою охрану. Да, тут вопрос финансов. И тут без коррупции никак не обойтись. И все эти отдельные племена находятся в состоянии вражды и не способны прекратить ссоры. Только когда они были под Каддафи, он держал их под контролем своей силой. Возможность соединения не столько под давлением извне, но изнутри этого невозможно. А снаружи никто не хочет помочь Ливии встать на ноги, потому что мы помогаем в развитии только в своих личных интересах, но не там, где это необходимо действительно есть, в этих третьих странах. В конечном счете происходит так, что государство по-настоящему разваливается. Потому что не хватает поступления подажей нефти, которые были раньше. Систематическое развитие невозможно. Все специалисты разбежались. хорошо обученные на Западе люди, которые учились в Берлине, в Гамбурге. Все не ушли. Некоторых я знаю лично, приглашал к себе домой. Как следствие, Запад самообслуживается, постоянно производит вторжение в суверенные государства. На это жалуются родственники, которые обращаются ко мне. Бундесвер постоянно посылает свои войска, забыв даже спросить об этом Бундестаг. Маленькие команды в американской форме. И про это никто не знает. Немецкие солдаты надевают американскую форму, нашивки и прочее, иногда просто в гражданском со специальными удостоверениями и работают совместно с НАТО. Все это преступления, если можно так сказать, да, и сообщественности с НАТО. И такое будущее абсолютно беспросветно и безнадежно. И дальше мы пойдем в Египет. Вот это, я думаю, одно из главных фото. Тут мы видим сильно сомневающегося китайского руководителя и немножко озабоченного господина Мурсии. И это было именно так. Вашингтон посчитал, что господин Мурсии поступил нехорошо, совершил свою первую поездку сразу на два фронта. Сначала он приземлился в Тегеране, потом отмахнулся, как было договорено с Вашингтоном, от тегеранского руководства, а потом приехал в Пекин, и там уже не раздавал пощечины, как в Тегеране, а просил партнерство с Китаем. И будет уж совсем не весело, если вдобавок Японии и Южная Корея подобное произойдет и в Средиземноморском можно сказать, что это не было положительным шагом для карьеры Мурсии. Также он заявил, что на мирных переговорах Женева-2 по сирийской проблеме, которая будет проходить через пару недель, Иран обязательно должен принять участие. И это обязательно Вашингтон вообще не хочет слышать. То, что Иран будет присутствовать на этой встрече по Сирии, было ясно, только говорить об этом вслух было нельзя. Потом была программа Мурсии из четырех пунктов. Это была бумага неамериканского происхождения. Потом он сделал нечто, что ему сломало шею. Он открыл фланг в стороне своим обращением с народом, который не считался с мусульманским братством. как это происходит. С самого начала он был под давлением. Прежде чем стать президентом, он должен был пробить сопротивление военной хунты дружественно к Америке. Он слышал, да его слишком сильно затянул гайки. Это можно понять, потому что братья мусульмане прошли карьеру именно в застенках для пыток. Это движение с самого начала подавлялось так, что трудно даже себе представить то терпение, которое они проявили. И когда они вдруг почувствовали свежий утренний воздух, то они тут же перегнули палку. Многие говорили ему, ты президент всех египтян, а не только братьев мусульман. Но он это не воплотил в жизнь. И теперь новая хунта, опять же строго верная Америке, всех высокопоставленных офицеров собрала и все они получили образование в Германии, посетили хорошие курсы в США, хорошо познакомились. И кто не проходит такие курсы в США, тот все равно не может делать карьеру в своей стране. А в Египте, которая уже почти переходит в пакистанское состояние, там армия делается все сильнее и сильнее в экономике, в промышленности, в компаниях. И это возможно только тогда, когда они верны линии. Так и в Германии, так и не иначе. Погубили 150 афганцев, а затем им хорошо продвигают по службе. Культ личности генерала Алсизи, которого Мурси поднял на этот высокий пост, опирается на профессиональный пиар. Но Алсизи этого тоже не поможет. На сегодняшний момент занялись тем, что запрещают мусульманского братства именно решением суда. Это просто интересно. Я могу сравнить это только с тем, как пытаются запретить в Германии СПД или Зеленых решением суда. Примерно так это демократично. Можно, конечно, поспорить, насколько это имеет смысл в Германии. И критика США по этим вопросам только условная. Извините, я из сарказма просто не могу выйти. Запад делает ставку в Сирии на хаос. 200 тысяч убитых. Я согласен с оппозицией, что нам эту цифру нужно увеличить как минимум вдвое. Уничтожение химического оружия в сентябре пошло по плану, а теперь вдруг в ноябре звучат новые голоса, что Сирии нельзя доверять, что Сирия прячет какие-то бочки с химикатами, которые не хотят ликвидировать. Само само разумеется, мы сильнее НАТО, Вашингтон. Им не нужны доказательства, что мы говорим, это всегда правда, это так. Им нельзя доверять. У них есть секретные склады. Но если Соединенные Штаты сделают там грандиозную находку, тогда я буду искать другую работу. Но это и не Путин. Путин говорит, я найду. А мирные переговоры Женева-2, теперь Асад, он наступает и защищает территорию, просто защищает территорию, а наемники проигрывают. И так он идет на эти переговоры. Что он тут делает? Теперь он имеет успех против оппозиции, он оставил некоторые очки беспокойства специально, чтобы и народу показать, как живется с такими оппозиционерами. Но народ, именно сирийский народ, не очень-то счастлив. Когда я пару лет назад был в Сирии, я убедился, что многие поддерживающие Асад не очень счастливы с ним, но они сказали нечто, что очень важно и очень значимо. Они говорят, что он лучше, чем все альтернативные руководители, которых мы знаем или можем себе представить. Это держало его у власти вместе с плохим поведением военной оппозиции. И потом у нас еще одна проблема, что беглые политики в Стамбуле или еще где вдруг оказываются без военной поддержки, потому что их бойцы разбегаются из Сирии и примыкают к радикальным суннитам. Вообще-то стыдно. Тут совершается совершенно ненужный мандат оппозиции Сирии, которая должна вести переговоры по Женеве-2. Я спрашиваю, почему американцы допускают это? Ведь они их друзья и они поставляют им оружие и решают все, как должно произойти. Ведь все у них в руках. Но так оно есть, дорогие. Оно все у них в руках и так оно работает, и так оно должно быть. Это так задумано. И поэтому Женева-2 бессмысленно уже с момента начала переговоров. И никто не думает воплощать что-то. Мы это знаем уже из Осло. В конце нужно сказать, что менеджмент терроризма здесь в наступлении. Из многих западных стран в Сирию едут террористы, которых там готовят, где их учат обращение с противотанковыми ружьями, как с домашней утварью, с разными бомбами, со снарядами, с минами. И это приведет к тому, что через пару лет мы в странах НАТО будем иметь совершенно другую реальность. Министры внутренних дел сейчас в пределе. А дальше Иран. Только что за 20 минут до моего выступления пришло сообщение, что возможно согласие в Женеве сегодня ни в коем случае не будет достигнуто. И что Кэрри приземлится здесь в Женеве и Лавров уже здесь и другие тоже рассчитывают и надеются с осторожными формулировками «Сегодня не получилось достигнуть согласия, завтра может быть договорятся об иранской атомной программе». Но у нас есть основания сомневаться, потому что Иран все еще говорит «Мы не отступим от мирного использования атомной энергии». Как защитник окружающей среды я считаю это безумием, но если бы американцы могли забрать у Ирана атомную энергию, тогда я думаю финансовое положение было страшно, потому что Иран проводил такую стратегию «Мы продаем нефть и газ за большие деньги, а Иран второй по величине производитель газа после России, мы будем обеспечивать себя атомной энергией, а газ будем продавать». Но если вы думаете, что эти миллиарды расходов, эти убийства специалистов, атомщиков, кровавые события, связанные с этой программой, да вдруг прекратятся, что страна останется без крыши, то иранские политики этого, конечно, не сделают. И поэтому я всегда говорил, что суть не в ядерной программе. Если видеокамеры во всех местах работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, бомбу там не построишь, это просто невозможно. Если это известно, то Западу нужно поставить на ноги СМИ, чтобы бросить в общество другую кажущуюся истину, которая, сколько ни повторяй, ею не станет. Иран не строит бомбу и не хочет бомбу. У них есть даже религиозное проклятие со стороны духовного вождя относительно этой бомбы. Им нельзя строить бомбу. Точка. И это ясно. И если мы утверждаем что-то другое, то делаем это только по одной причине. Мы хотим быть совершенно уверены, что Иран упал в эту яму. Мы годами смотрим. ЦРУ годами делает так, чтобы пакистанские закупщики получили все необходимое в Америке для атомной энергетики Ирана. И если глупцы из ФБР слишком рано появляются где-то в гостиничных номерах, то мы из ЦРУ проследим, чтобы закупщик из Пакистана, это случалось не раз, все получил, и если надо, за час, то их вмешательство позаботился, чтобы самолет улетел, и причем с оборудованием. Это все доказано, и все рассказано много раз, и это все он перетаскивает в Иран, и это все происходит перед глазами ЦРУ и ФБР, и так десятилетиями, 75-го года, они знают каждый факс, они знают каждую поставку, они знают каждый звонок, и тем не менее, в 2003 году вдруг говорят, что мы застукали Иран при строительстве атомной бомбы, это абсолютно чушь, но на самом деле, да, на самом деле, Иран до этого момента и преследовал строительство ядерной бомбы, но теперь он этого не делает, из страха, потому что было нападение на Ирак, он говорит, стоп, с этой игрой мы закончим, и мы акцептируем камеры, и поведем атомную программу дальше, правильно, и уже 10 лет они продолжают эту программу, а сегодня мы кричим о войне, и спрашиваем себя, строят ли они бомбы, или нет, так нельзя, и там речь о том, что хотят подорвать экономическое развитие Ирана, сделать ему это просто невозможным, это на мой взгляд экономическая блокада, это нофлайз зона в экономическом отношении, запрет на полеты, запрет на зону развития, и вовсе 6 военных баз вокруг Ирана, они все еще там, они там, даже если в Женеве будет достигнуто соглашение, давление останется, и война под столом будет продолжаться, но в любом случае, теперь ослабленные Соединенные Штаты должны экономить деньги, и это их заставляет идти за стол переговоров, если они будут пытаться достичь за столом переговоров то, что хотели бы достичь войной, это может кончиться плохо, и завтра решающий день, и мы не знаем кто, где, когда, сколько оказал внимание оппоненту, такими недельными переговоры не были уже давно, мы ничего не узнаем о том, что там говорят, и давайте коротко рассмотрим наши СМИ и анализируем их, это шесть великих концернов, которые контролируют СМИ по всему миру, и готовят это все для вас, чтобы вы как можно меньше понимали, да-да, дорогие читатели, и так, издание Бертлсман, оно тоже там, и затевает с ними, затем мы посмотрим в само логово убийственной лжи, за последние 25 лет было убито более трех миллионов мусульман, при прямом и костерном участии США, это очень, очень осторожные цифры, мы видим тут пару человек, которые содействуют тому, чтобы их становилось больше, больше и больше с каждым днем, и я не вижу, чтобы это их как-то ввергало в стресс, потом мы смотрим дальше, что же это за арабская весна, это противное слово, чего это стоило, где-то 350 тысяч убитых и 7 миллионов беженцев, 4 миллиона только в Сирии, таково положение вещей, и вот эта роза, которую мы тут видим, это напоминает мне восстание мануфактур, как они раньше были, когда люди крепили розу на ласкан одежды, финансовые проблемы НАТО, Евросоюза и США ни в коем случае не означают снижение агрессии, скорее всего, и это последние два года доставляет мне бессонные ночи, да скорее даже наоборот. Соединенные Штаты и НАТО все больше теряют способность формирования, так что вторгаются как Великобритания в Индию и путем законодательства проводится мощнейший вояж, так называемая индийская компания. Индия это формирующий инструмент субконтинента, тоже выпало из моделирования, это прошло, больше такими методами Запад работать не может. теперь осуществляется внедрение маленьких спецгрупп, наемников, которые целенаправленно разрушают страну изнутри. Ответная реакция это то, что им важно. Интернациональные сети, интернационально, значит, недостаточно это делать с одной стороны, и ничего нельзя свести к одной стороне, и чего они боятся, именно сильной организации, соединенной организации, и то, что происходит здесь, это основополагающе важно. Если страны хотят иметь шанс встать против этих противных механизмов, и вторжение большой политики, нужно основателям учиться и упражняться. И это выяснилось и на моем личном кровавом опыте. Я понял, что это не дается легко. Хорошее намерение не является гарантией успеха, иногда все наоборот. И нам всегда нужно помнить, что ключевые значения имеют финансово-денежная система. Если кандидат СПД Пир Штайнбринг получает за каждый доклад 15 тысяч евро, то мне еще не достает сообщение о Шреддере, только потому, что в последний день своего служебного положения подписал поставку подводных лодок Израилю на деньги немецкого налогоплательщика в последний день у власти и получил за свои доклады от 50 до 100 тысяч евро. Таково положение. И предложил этот контракт израильский радикальный сионист, руководитель агентуры докладчиков в Нью-Йорке, который имеет договоры, между прочим, и с Биллом Клинтоном. Он, однако, получает 200-300 тысяч долларов за лекцию. Написано в Нью-Йорк Таймс. Это реальность. И кто не понимает, что за такой лекторский гонорар, такую пенсию, можно сказать, политики очевидно способны на все. Тот не понял политику. Мы рассмотрим попытки решения. Где же они? Конец агрессивной внешней политики возможен только при политическом перевороте. Иначе мы это не достигнем. Это должно быть понятно всем. Я думаю, более-менее понятно, как мы работаем с государствами. Мы смотрим, как на них воздействует сила оружия. Этому нужно положить конец. Такое мышление надо изгнать из правящих кругов. И причем только легальными средствами. Это очень важно добавить. Мы хотим отправить этих политиков на пенсию. Мы не хотим мстить им за что-либо. И нам должно быть ясно, что политический переворот происходит снизу вверх. И ни в коем случае снизу против верха. И мы кое-кого сверху возьмем с собой, и они будут рады, что могут содействовать нам. Это мы тоже должны помнить. и тогда ясно, что это только возможно существенно по-человечески, если мы этически хорошо настроимся. Если мы хотим делать что-то другое, оно должно быть другим с первого же дня, с первой минуты, с каждым нашим движением рук. И Вазаси кивает. Я думаю, все я думаю, четко понимаем, это происходит здесь, это происходит здесь, и это важно. Не упускайте этого, это важно. И это возможно только интернационально. Продвинуть это можно только интернационально. Именно сначала в Евросоюзе, в Германии мы 3 октября учредили партию Deutsche Mitte. Это была моя вторая попытка. Теперь все пойдет по-другому. Теперь у нас здесь в Швейцарии, в Австрии и в других странах достаточно заинтересованных, чтобы основать первичную организацию. Это хорошо. И не нужно быть сначала большим политиком или сразу собрать 10 тысяч, но чтобы нам концентрироваться на тех немногих, которые встречаются, чтобы положиться доверять друг другу, знать друг друга, знать, куда мы все вместе хотим продвинуться. Это будет решающим для успеха. Эта картина показывает Берлин в 1945 год. Исторический опыт показывает, что принципиально новые новые пути раскрываются только после крушения старого. И вопрос каждому гражданину, а не только к тем двум тысячам человек, которые здесь, в зале, каждому гражданину, действительно ли мы хотим этого, чтобы безделье, пассивность, инертность, дезинтерес, ложная надежда, глупое времяпровождение содействует, чтобы пропустить нам это сделать. И только лишь об этом речь, дорогие. Сердечная благодарность. сердечно-благодарность. Чудесно. Спасибо. Тут опять идет вверх. Это просто безумие. Я вас слышу первый раз. И что мне говорили о вас, это превзошло это. Это только так излучало компетентность. Что, плохо обо мне говорили? Нет, я слышал только хорошее о вас, но моя забота была о том, что же с нашими переводчиками на 9 языков. Нам нужно это еще раз просмотреть. Все эти специфические выражения. Я думаю, что те люди из-за границы, что у них проблемы были в различных докладах сегодняшнего дня. Да, мы переведем это, мы еще очистим все, что может быть не совсем в ногу было, чтобы вы это знали. И может быть все, что не было так оптимально передано на иностранном языке. Да, спасибо вам. Да, вчера я хотел говорить немножко медленнее из-за переводчиков, но сегодня я опять хорошо смазанно говорил. Да, смазка была. Да, сердечная благодарность. еще еще одну мысль я хочу сказать на этом месте. Мы слышали много о большом брате. Это может центр тяжести. Я не могу просто сейчас не сказать это. Вопрос, как же справиться с большим братом? Это маленькая сестра должна решить? я думаю большой брат это сам сделает. Действительно, там есть хорошие люди в Америке, которые знают, что им нечего ждать от обеих партий, от Белого дома. И вот эта игра, эта игра с нулевым успехом. И Америка сама освободится. У них есть смелость. Мы можем им помочь, молиться за них, послать хороших людей, но по сути Америка должна справиться сама. Никто за нее это не сделает и не должен. Только само освобождение есть освобождение. Да будет так. Да будет так. Да, я могу только сказать, что здесь есть пророчества, которые говорят о том же, что в конечном счете они пойдут сами против себя. Я хочу здесь дать небольшое дополнение, как отец 11 детей, я скажу, я рад, что я имею отца, который смотрит за большим братом. Если что-то такое происходит, тогда есть еще отец в доме. На него мы рассчитываем и будем смотреть, чтобы он начал продвигать эти вещи, чтобы все было решено, потому что мы тут сейчас имеем дело с большими измерениями. Моя сердечная благодарность. Это была очень-очень интересная лекция. Спасибо всем. Было приятно быть с вами. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok